Всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас с вами будет видео, в котором я решила не просто показать пустые баночки из разных категорий, а собрать средства именно для очищения кожи, то есть демакияж, показать вам тоники, гель для умывания, бальзамы, ну в общем все то, что мне действительно помогает в борьбе за чистая и ухоженная личика. Ну не всегда конечно это так, но тем не менее. Ладно, здесь будет очень много нашумевших средств на ютубе, это все то, что у меня закончилось тоже в этом году, естественно, это я не за раз то, что взяла и использовала, давайте скорее приступать. И я хочу начать с самого любимого, то что я вам показывала, рассказывала, это бальзам от фирмы Хеймиш и начну естественно я с того, что сначала я вечером очищаю свое лицо, даже не с утреннего, а с вечернего, ну вот так вот мне хочется начать. Бальзам от фирмы Хеймиш, наверняка вы все сто раз уже его видели и у меня и у других блогеров, это бальзам, который по сути это как твердое масло, сухое может быть даже масло. Очень удобная упаковка, в чем огромный плюс, это упаковка, открывайте, здесь есть лопаточка, потом у нас защитная мембранка и внутри само масло. На лопаточку совсем немножко нужно средство, потом в ладошках я растирала, на сухую кожу, то есть я не умываюсь, не соприкасаюсь с водой, наношу это масло, вся эта грязь на лице развозюкивается и после умываешься и просто супер. То есть действительно для первого этапа более чем достаточно, но обязательно нужен все же на мой взгляд второй этап, хотя не чувствуется, то есть это не масло, ты не чувствуешь на лице ни жирности никакой, ничего подобного. Ну да, небольшая может быть пленочка, такая небольшая-небольшая остается, но все же оно и не рассчитано на то, что будете пользоваться только им. Отлично удаляет макияж, не нужно ничего тереть, у меня кожа сейчас немножко стала чувствительная, нет никакого раздражения, просто это, пожалуй, самое любимое. То есть вот по сравнению с другим, которое у меня было, это уже у нас получается Банила Ко, Clean It Zero, именно вот в такой вот упаковке, они тоже есть разные. Я не могу сказать, что оно мне не понравилось, оно мне тоже очень понравилось, но здесь уже менее удобная упаковка, потому что здесь нужно, это, кстати, не стекло, это пластик, нужно раскручивать. Потом вот здесь вот, где она, вот здесь, также есть лопаточка, но уже, кстати, тоже не столь удобная. Потом вот это нужно вот так вот снять, то есть не за что особо схватиться. И что касается самого средства, аналогично, как и у Хеймиша, нужно взять необходимое количество на ладошке, растираешь это все, наносишь и смывается макияж. Но я не могу объяснить, почему мне больше все же нравится Хеймиш, ну, наверное, за счет того, что все же как-то лучше именно, я вижу, как он лучше смывает макияж и меньше нужно всякой возни. Блин, что с собаками с утра, я не знаю, просто разрывается, это ужас какой-то, не переставая. Так, но суть одна и та же, единственное, что вот Хеймиш мне нужно было меньше, вот прям вообще немножко. Этого средства мне нужно чуть-чуть побольше, кстати, я не видела, что здесь еще раза на три, на четыре уж точно мне достанется. И оно вот такого тоже Хеймиш белого цвета, вот этот бальзамчик, такого немножко бледно-розового, что ли. Ну, это не столь важно. По поводу одушки, у Хеймиш немножко такая вот какая-то травянистая, что ли, одушка. Здесь более конфетная одушка, но меня не напрягал ни один, ни второй запах, потому что настолько быстро выветривался, что просто замечательно. Давайте покажу вам теперь несколько средств, ну, наверное, все-таки, чем потом я пользуюсь. То есть, вот это первый мой этап, масло. Сейчас, кстати, у меня в использовании гидрофильные масла, но это уже тема для другого видео. Следующее, чем я смывала. В зимнее время, в прохладное время, у меня от Косарекса был вот такой вот бальзам с алициловой кислотой, с маленьким содержанием, всего лишь 0,5. И что я могу сказать по поводу него? Ну, во-первых, нужно действительно горошину. И вспенивается просто, не знаю, хватит еще кого-нибудь умыть заодно вместе с собой. Наверное, действительно, очень хорошая получается пена. Если воспользоваться еще специальными вот этими мочалочками для взбивания пены, то будет у меня, она есть, будет вообще просто упругая, хорошая такая пена. Но мне больше нравится просто смывать лицо не вспенивая, а сразу на ладошку необходимое количество. У аромат такой немножечко, знаете, мне почему-то напоминает крем для депиляции, какие вот раньше были, с такими запахами немножко какой-то старины, вот что-то такое. Но отлично, вот для второго этапа просто отлично подходит. На утро для меня был бы он жестковат, потому что он идеально все вымывает. Я не уверена, что здесь балансированный пиаж. То есть он до скрипа прям не скрипит лицо, но близко к этому. То есть потом обязательно требуется увлажнение, питание, крем, тоник и все тому подобное. Но мне очень нравилось, как вот они работают вместе. И это то, что я бы с удовольствием повторила, потому что действительно никаких нареканий у меня нет. Но более мягкое, скажем так, средство, менее агрессивное, и которое оставляет после себя, ну так скажем, именно, наверное, какое-то даже небольшое увлажнение. Хотя это гель для умывания. Это вот от фирмы Хеймиш. Я вообще в фирму Хеймиш влюблена. И у меня было видео, где я вам показывала с некоторыми средствами от них. Можете посмотреть, был обзор прям, и действительно, это любовь-любовь. И то, что я обязательно повторю, и масло, и кремы, и патчи. Ну, потому что действительно супер. Это у нас здесь уже PH 5,5. То есть здесь уже все сбалансировано. И я тоже использовала именно вечером данное средство. Есть у них, кстати, такой же с белой глиной, но я его не пробовала. Что касается этого средства, Green Form, это вот если вы хотите, знаете, умыться и, ну, не наносите, допустим, вы сразу там тоник, крем, у вас не будет где-то ощущения, что это необходимо, потому что будет казаться, что кожа, ну, сначала, по крайней мере, она увлажнена. Это такой вот гель, именно вот здесь вот, если это белая, обычная, стандартная, по типу корейская пенка, то здесь такой с ненавязчивым, вообще практически незаметным лично для меня ароматом. И, да, мне очень и очень даже понравилось то, что с удовольствием бы тоже повторила. И COSREX на утро, знаменитое их средство для умывания, гель для умывания с низким PH. У меня в начале еще года буквально закончился, да, где-то в начале года я была в восторге. Девочки, это действительно, во-первых, очень приятный, нежный аромат. Во-вторых, такое ощущение, что вот ты умываешься, ты понимаешь, что это гель, что кожа очищается с утра, и кожа будто бы тоже увлажнена, то есть нет никаких... Я раньше любила, знаете, вот это ощущение до скрипа, что кожа там очищена. Сейчас я понимаю, что это не нужно, что это, наоборот, плохо. Вот супер! Все, что хорошее о нем говорили, очень много разбирали на ютюбе. И составы, профессионалы, девочки, кто именно этим занимается, кто в этом хорошо понимает, я им доверяю, и я делюсь своими ощущениями, впечатлениями, понравилось, не понравилось. Мне действительно безумно понравилось, и то, что я с удовольствием бы повторила. Но больше мне понравились, я поняла, что мои средства для утреннего умывания – это кремовые. После того, как я вот это средство от EOS Science попробовала, не помню, кто-то из блогеров рекомендовал, это с фруктовыми кислотами для чувствительной кожи, по сути, это молочко, крем, действительно, для умывания, с очень удобной помпой, что мне нравится здесь, и упаковка, и объем в 237 мл, я начала пользоваться, если я не ошибаюсь, в марте, закончилась у меня буквально несколько дней назад. Использовала утром помпы одной, нажатия одной помпы более чем достаточно, после ощущения, что вы уже воспользовались кремом, но это не, опять-таки, не пленка никакая на лице, ни жирность не ощущаешь, ничего, ты понимаешь, что ты умылся, что кожа чистенькая, но она будто бы уже увлажненная, боже мой, плюс здесь еще кислоты, есть такое же средство вообще без кислот, я хотела на лето взять без кислот, но у меня сейчас в обороте уже другое, но на зиму это тоже, зачем я побегу на iHerb и снова закажу, просто супер, очень рекомендую. Кто боится и думает, что, да как, если кремом возить что-то там по лицу, каким образом оно у меня очистится, не бойтесь, девочки, просто попробуйте, поверьте, кожа очищается, и она будет вам благодарна, это потрясающе, это ни с чем не сравнимо, мне, да, вот можно такой гель, допустим, да, но кремовые, я уже смотрю на другие, от других фирм тоже кремовые такие, ну, хочу вот этот обязательно повторить, тоже гель для умывания от фирмы DERMA-E, у меня была вся вот эта серия фиолетовая с DMA, как они там, правильно, DMA, DMA-E, DMA-E, я такая, как рыбка, рот открыла, ну, в общем, вы поняли, здесь липолевая кислота, витамин С, в общем, всякие, кстати, составы, правда, тоже смотрела, и также и девчонок других смотрела, ну, и сама вижу здесь по составам, просто составы у, вообще у DERMA-E потрясающие, и это укрепляющая серия для подтягивания кожи, да, там, тургора, чтобы это все не опускалось, боже мой, такое ощущение, когда говорят, что-то я вижу, как кожа тянется уже к полу вниз, ну, ну, правда, как бы не было действительно обвисания какое-то уже после 30-ти, хочешь, не хочешь, оно приходит. Вот, гель, этот гель мне, в принципе, тоже нравился, но, вы знаете, он не похож на этот, он чем-то похож, наверное, на вот этот гель, он такой более какой-то слизкий, то есть, именно гель-гель, и у него мне не очень нравился аромат, вот, упаковка потрясающе удобная, но он переочищал кожу, наверное, я скажу так, то есть, мне казалось, что вот мне сразу нужно было нанести тоник, потому что я чувствовала, что кожа, ну, вот прям очищена, и, наверное, это больше все же, вот сейчас, если бы я пересмотрела свой ход, я использовала бы не с утра, а я использовала с утра тоже, я чередовала вот этот и вот этот, помню, утром, когда они у меня вместе, параллель шли, я бы все-таки, наверное, его использовала бы после бальзама, после первого этапа вечером умывания, потому что, ну, как-то он оказался для меня более агрессивным, более сильным, хотя кто-то, я читала, девчонки были довольны в плане того, что не чувствовали, наоборот, говорили, потом кожа увлажненная, у меня кожа нормальная, но все же нет, для снятия макияжа я не запариваюсь с глаз, именно с глаз, то есть тени, там, с бровей, я удаляю, вот у меня гарнир, либо гарнир постоянно, либо другие, ну, знаете, сейчас попробовала другие, понимаю, что лучше я буду брать гарнир, потому что мне абсолютно нет для всех типов, мне не щиплет глаза, и когда у меня от биодерма были, я не вижу разницы, вот на моей, на моих глазах я не чувствую, вот сейчас я взяла черный жемчуг, жемчуг, мне там все щиплет, не знаю, не нравится, вот и мне фаберлик нравились, и гарнир отлично очищает, но, девчонки, если вы пользуетесь мицеллярной водой, смываете весь макияж с лица, обязательно умывайтесь потом с гелем, там, с пенкой, не знаю, с чем угодно, но умывайтесь, во-первых, не оставляйте вот этот мицеллярный состав на лице, это вредно, а во-вторых, вы не очистите только им до конца кожу, это очень важно. Дальше, наверное, давайте, а, вот, кстати, просто обожаю в поездке, когда еду к подруге, когда еду за границу, там, по месту даже, да, где-нибудь остаюсь, эльф, очищающие салфетки, здесь 20 штук, они отлично очищают действительно макияж, потом, конечно, я тоже умываюсь, но удобно и с глаз убрать, и с лица, то есть, чтобы там с собой бальзам не тащить, гидрофильное масло, для меня это отличный вариант, и потом просто гелем умываюсь, но я не знаю, я уже говорила об этом в прошлом видео, что, позапрошлом, что случилось с iHerb или с фирмой эльф, почему в два раза, реально в два раза поднялись цены, ну, но все равно закажу, очень-очень, особенно, когда они стояли 150 рублей, это было потрясающим, тоников у меня закончилось немного, но у меня сейчас в ряд стоит штук 5, которые вот все на исходе, и это уже в других пустых баночках, Дерма и, опять-таки, вот с этим ДМА, ДМА, девочки, ну простите, простите, не, не знаю, я ее не профи, не претендую, поэтому говорю всегда, что я просто делюсь своими впечатлениями, понравилось, не понравилось и так далее, я не профессионал, и что касается этого тоника, то могу сказать, что после него ощущение, что, знаете, как-то такого лифтинг действительного эффекта, будто кожа так раз подтягивается, поэтому в этом плане он мне понравился, кожа, но, единственное, не была достаточно увлажнена, то есть им либо протереть лицо, либо вот, чтобы вот почувствовать вот это какое-то такое утягивание, подтягивание лица, не знаю, но потом обязательно крем, мне не хватало, а вот если говорить из такого бюджета-бюджета, кафе красоты, возьмите их тоники с абсолютно натуральными составами, и будет вам счастье, этот витаминный комплекс конкретно у меня утром просто наносила, перед маской, после маски, как угодно, кожа напитана, стоит 3 копейки, обалденный, раньше я баловалась мицеллярками, и у меня вот от Виши было две малютки, знаете, перед компьютером сидишь, воспользуешься, но я поняла, ой, мицеллярки, термальные водички, извиняюсь, а потом я поняла, что что-то не так, термальная вода, наоборот, мне как будто бы иссушает мою кожу, и я заменила термальную воду на розовую водичку, на какие-то мисты, гидролаты, и это гораздо лучше, поэтому я отказалась, это были мои последние две миниатюрки, кажется, я отказалась от термальной водички, и возвращаться я к этому не хочу. Ну что, мы разобрали с вами мои пустые баночки, конкретно, что касается очищения кожи и тонизирования, я надеюсь, что вам в таком формате тоже интересно было, чтобы я не стала показывать подряд все в пустых баночках, мне захотелось в этот раз разделить вот так по категориям и более конкретно на чем-то остановиться. Спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной, берегите себя и своих близких, а мы увидимся совсем скоро, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok